ну что друзья всем привет вчера я сказал о том что хочу поделиться такой идеей вернее такой как бы темой почему странно выглядит дуальная ситуация в мире современного тренда на здоровый образ жизни в чем это дуальность мы видим огромное количество видеороликов огромное количество мотиваторов где нам показывают красивых людей мужчин и женщин прямо шикарно выглядящих вообще шикарно вот и мы видим как инструктора онлайн и онлайн начинают нам рассказывать о том как надо правильно питаться кушать грудки сидеть на безуглеводной диете делать то делать все как надо правильно качать грудь как надо правильно качать бицепс мы видим выдающиеся формы шикарные сепарированные тела прямо красотища девушек много таких красивых и вот насаждается такая концепция что вот так и должно быть классно реально здорово когда кто бы против был того что очень хорошо быть подтянутым красивым спортивным и люди хотят такие быть хотят но смотрите в чем заключается дуальности всем в чем заключается некий обман который вообще нужно преодолеть и которые нужно уйти от него то есть избежать неправильного понимания темы абсолютное большинство тех супер атлетов действительно хороших с прекрасным телосложением говорят о естественности процесса приобретения такого тела то есть они не рассказывают об употреблении химии стероидов самототропного гормона стимуляторов различного рода различного рода жиросжигателей и так далее как бы самые честные касаются этой темы таким образом что они в рамках своих подкастов роликов на плей каналах своих эту тему обсуждать не собираются она выходит за рамки той тематики о которой идет ведется речь другая же часть менее честных но тоже как они считаются честными просто умалчивают об этом ничего об этом не говоря только рассказывая о натурализме и третья часть абсолютно бесчестных говорит что они вообще вот так протеин и все понимаете есть определенные моменты как можно увидеть что человек употребляет что-то или нет масса показателей на самом деле есть это конечно достоверных нету но косвенных очень много например неестественно широкие плечи при очень узкой талии огромные грудь при более не время и менее выраженных таких сам группах как ноги например ведь это неестественно то есть потому что если начинается общий мышечный метаболизм то мышцы растут везде не можно нельзя это в концепции классического бодибилдинга и ситуация не может выглядеть так что вы можете накачать все только бицепс огромный при этом у вас будут тонкие ноги это нереально да то есть это понятно без применения специальной фарм поддержки поэтому мы видим таких атлетов мы их можем отличить особенно кто занимается сам понимает как видит этих атлетов в спортивных залах знать как они занимаются что они принимают употребляют и поэтому может увидеть другого там атлета сделать такую экстраполяцию и и понять сидит тут на чем-то или нет но все все тем не менее реально на телевидении и в открытую ратуют за то что прежде всего это кач потому что за самое главное что форма этой это ерунда даже если она имеет место быть то если вы не будете серьезно тяжело тренироваться то ничего не получится и все такое прочее то есть главное это тренировки ну правильно они говорят конечно если просто сам стероиды саму пашет просто так ну разжиреешь как свина все хотя есть такие которые и сушат но тем не менее то есть выдающихся конечно достижений не будет то есть тренировки нужны но главные тренировки 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 остальное все есть фактически они ратуют за то что самое главное это тренинг и в принципе ратуют за натурализм когда они призывают людей не делать упражнения там какие-то правильно и правильно питаться они моменты такие как вот например недавние ситуации с таким товарищем как шредер только лениво в этой теме не говорил я тоже не ленивый я решил об этой теме тоже поговорить человек обозначился как натурал я человек который достиг своей формы тренируясь 19 лет он хорошая форма физическая он очень сухой малый процент подкожного жира выглядит вообще великолепно работает с большими весами хорошие силовые показатели он обозначился как натурал чем вызвал сразу всплеск негодование в мире всего железного мира всего бодибилдинга в рунете и на ю тубе до русскоязычном ю тубе даже ездили кто-то там по импортным спортивным залом показывали ему фото и горели как вы считаете вот он накачался на химии или нет такие соцопросы проводили среди там атлетов различных и понимаете какая-то ситуация то есть все было направлено куда его пытались поймать на детекторе лжи там анализы проводили со специальные как в олимпийском комитете на сестероид еще то есть его целенаправленно пытались поймать на том что он употребляет стероид то есть пытались уличить его во лжи что он естественным путем этого всего добился вот мне непонятно тут даже если он что-нибудь употреблял и добился но он ратовал и пропагандировал за то чтобы заниматься нормально показывал что это надо делать тяжело предположим долго там идти к этому это его метод хотя можно менее затратными путями тоже добиться довольно выдающихся результатов без применения всякой химии он-то как раз был за зож здоровый образ жизни то есть он на самом деле пропагандировал людей давал им понять всем молодым людям кто захочет сам заниматься бодибилдингом что вот такой кондиции можно достичь только тренировками и правильным питанием то есть бодибилдеры которые показывают свой фейс в интернете а эти же бодибилдеры попытались как только появился человек который заявил что натурал уличить тем самым они расписались прямо конкретно большими большими что он этого добился без препаратов то есть раз они такие здоровые больше чем он и сильнее там и кондицию них оба выше так они значит просто такими дозами принимают эти препараты что они у них и задницы капают уже получается так вот я никак не могу понять чего они пытались собственно говоря добиться вот такой вот с ситуацией тем что показывали и доказывали то что сам шредер тот же самый не натурал получается маломальские достижения любые маломальские достижения которые можно добиться и которые можно показать и которые выходят за рамки среднестатистического человека в мире нотлетизма и бодибилдинга это всегда что-то надуманное то есть это неправда ну получается что так вот и что то есть мы мы получается хотим над убедить то есть они хотят убедить всех молодых людей и немолодых людей потому что бесполезно без самстероидов чего-то добиваться зачем же вы тогда показываете свои ролики какие вы молодцы чтобы вот грудку кушать умеете правильно и правильно там умеете делать буч и правильно вы тренируетесь что у вас все получается но получается что все ты не бьетесь никаких результатов тогда пропаганда ваша равна нулю вы просто вы занимаетесь самолюбованием получается тем что показываете себя какие вы молодцы что вы нарастили носа и если вы не признавались до этого что это все на химозе то есть по крайней мере вы не там пугали молодых людей что надо это подсесть теперь вы целенаправленно получается их агитируете пойти по пути на употребление всякой фармакохимии поддерживающей хотя им это и не надо вы это там атлеты профессиональные вы ради цели какой-то к этому идете это понятно у вас цель оправдывает средства а зачем тогда получается показывать то молодым людям тоже хотят быть большими и сильными может не такими как вы но такими как шредер хотят быть может даже меньше вы сейчас убедили всех пытайтесь убедить что нет невозможно я хочу сказать что возможно вот вы же ездили по тем же самым спортивным клубом на странами задавали вопрос так летом показывая фото шредера как вы считаете этот человек добился результата благодаря фармакохимии или сам более 50 процентов ответила что это возможно добиться такой формы занимаясь самостоятельно правильно питать ведь и почему они так считают а вы так не считаете что в рунете за засилие таких стероидных наркоманов от бодибилдинга получается что за рубежом умеют люди к скачаться у нас нет да если даже они кривят душой даже говорят о том что да это возможно хотя мы сами так не делаем сами думают про себя примете они не пытаются сгибить как не год до это возможно и вы пробуйте и у вас это получится это возможно возможно вы не захотите идти по сложному пути и захотите пойти по легкому да то есть поддержав себя там фар поддержка но это не значит что надо с других убедить что без этого этого делать нельзя и свою же собственную но это гитая что для над обывателя который ходит просто спортзал не хочет просто тренироваться вы просто покрасовались перед ним вы его промотивировали думаете да вы до этого мотивировали его а вот после того как вы но это объяснили что без химии вообще невозможно даже стать меньше чем вы даже вообще ничего невозможно ну и грош цена всему что вы показали дофигня а почему можно добиться такого да я вам объясню все просто вы посмотрите на статуи нутантичных героев богов дискобола там статую статую предположим давида вот под прекрасные тела великолепная и понимаете лисипы и прочие скульпторы нутантичности они ваяли это все не с кого-то не из головы вернее а с кого-то у них были реальные натурщики которые выглядят таким образом как вы думаете эти натурщики стероиды принимали они о них что-то знали вообще или не знали ничего то есть такие люди были это не так трансмутирует в том числе в том числе просто перестраиваем свой метаболизм в зависимости от того, как ведут окружающие люди. Поэтому говорят, у меня родители полные, у меня генетическая склонность к полноте. Да нет, просто родители проявили с самого детства определенную культуру питания и образу жизни. И ведя такой же образ жизни, вы становитесь такими же, как они. Они полны, вы станете полными. Хотя генотипы у них и у вас совсем не тот. Вели бы другой образ жизни, больше вкалывали, меньше жрали жирного со сладким одновременно. И все, и ничего бы не проявилось, ваша полнота никаким образом. Она проявляется, если есть, конечно, эндогенные нарушения, то есть эндокринологические. Но это, понимаете, это меньшинство людей, это не большинство. И вот эти античные герои, статуи тех людей, с которых воялись эти античные герои, эти образы, это до 3000 лет назад, это 3000 лет до изобретения анаболических стероидов и соматотропного гормона. Добивались же такого результата? Добивались. Ну и все. То есть это возможно. Почему же высечь невозможно? Вроде как и так далее, и прочее тому подобное. А увидят-то меня рядовые пользователи. Но мне просто так удобнее было построить в качестве вот такого диалога, потому что я люблю говорить, обращаться к тем, к кому это направлено. То есть не от третьего лица, единственное. Если покажут мое видео этим людям, я буду только рад. Я просто радусь за то, чтобы вы, ребята, обязательно изменили свою концепцию. Не обманывали людей в том ключе, что, вернее, давали надежду им. Если вы сами используете что-то, я говорю, я ничего не имею против тех, кто использует, а приоритетами в своей жизни. Если в вашей жизни приоритетно стать здоровым и занимать медали на разных чемпионатах, там, да, получать, то, наверное, имеет смысл вам себя простимулировать, потому что при всех прочих равных условиях тот, кто это делает, имеет большие шансы. То есть без этого шансов, наверное, вообще нет. Но те, кто ходит просто в спортивный зал и хочет иметь хорошую форму, малый процент подкожного жира и нормально выглядеть, они не должны идти по вашему пути. И вы вроде бы все говорите для того, чтобы они в это верили. И в какой-то момент делаете дурацкие шаги, которые показывают то, что вы на самом деле занимаетесь обманом, что вы не верите никому, кто мало-мальски может что-то достичь и заявляет о том, что делает это без форм поддержки. Я столкнулся с этим сам. Я вообще не выдающийся там атлет. Я два года назад весил 100 килограмм, а потом я за два года снизил свою массу до 72, до 74 килограмма. И пришел в хорошую форму. Я не могу участвовать в каких-то соревнованиях. Я дрещеват для этого или наоборот, где-то дрещеват, где-то жирноват. Но форма моя неплохая. То есть на фотомодель сойду для того, чтобы позировать, для каких-то журналов и одежду демонстрирую. То есть кубики у меня пресса видны, мышцы контурируют, все замечательно. Процент подкожного жира небольшой. То есть выгляжу очень хорошо, как я считаю. Вот для надобывателя. Так вот все достигнуто нормально, понимаете? И вот большинству людей-то вот это и нужно. Так и не разубеждайте нас. Дайте поверить людям в то, что это реально. А своими методами просто покажите, как этого добиться. Да, то, что вот так вот упражнение, что питаться вот так вот нужно. И все. И когда среди нас появляется кто-то, кто более-менее нормально выглядит, да поддержите его наоборот. Скажите, молодец, чувак. И поддержали бы сам Шрёдера. Если он обманул, то пусть он грех на душу возьмет сам, но его за это, ему там это и вернется боком как-то, да, через все космические какие-то пути. Но если ему кто-то поверит, а ему верят люди, люди хотят быть похожими, без химии стать такими, как он, пускай они в ответ, пускай они тренируются. Понимаете, у них есть цель, есть мечта. А вы мечту разрушаете, сразу говорите, нет, невозможно. Так вот я столкнулся с этим сам. Я выложил свои фотографии, и тут на какой-то один из самых скандальных форумов по боевым искусствам, это валитуда такой, это вообще там, такая тусовка, это просто капец. Там люди нормально общаться вообще не умеют, те, которые постоянно с тусовки, они могут только пострадутся, у них как в микроволновке. Если микроволновка своими микроволнами заставляет сам частицы воды активно колебаться, и вода становится горячим, то любые волны со стороны людей, которые из себя что-то представляют, начинают заставлять активно колебаться частицы говна в головах, этой тусовки постоянной, и у них тоже обрызжет пар, только это вонючие очень, самые разные стороны. Я не говорю, что там все такие, но есть там ядро такое, которое вот именно такое. Вот сразу там начинается насуждение, это химия, почему у вас там волосы на голове там нету, потому что я побрил волосы на голове, сейчас у меня вот они растут на голове, волосы снова, видно, что они есть. Все делается для того, чтобы объяснить то, что человек, и всем надо объяснить, что человек на химии, что вот говорю, самслабаки такие, что вы не можете добиться чего-то, так не говорите про других, что они не могут. А вы, кстати, большие ребята, которые тоже говорите, что этого нельзя без химии, тоже не кажитесь самслабаками. Получается, что вы тоже никто без химии. Раз те люди, которые поменьше вас не добились, по вашему мнению, без химии этого результата, то вы-то получается, что-то делаете. Что же вы-то жрете тогда и что себе колете. В общем, короче говоря, давайте прекращать этот дуализм, не надо подрывать хороший тренд на здоровое тело и на здоровый образ жизни. Он такой великолепный. Люди меньше курить, больше болтаются на турниках, ребята. То есть занимаются делом. Ну, каким делом? Имеется в виду не безделием, а таким спраздным. Я не говорю, что болтание на турниках – это работа. Это тоже вид хобби, развлечение. Но это более полезная вещь, чем, не знаю, там, бухать. Лучше в компании пойти на площадку для стритворкаута и там позаниматься, чем посидеть на лавочке, пожрать пиво. Да, с чипсами. Однозначно совершенно. Вот их уважаю, кстати. Стритворкаутеров, которые без сабстероидов, без ничего просто занимаются. Вот они молодцы. Они молодцы. И вы будьте молодцами тоже, бодибилдеры, ребята. Вы должны быть нашим форвардом, понимаете? Вы должны быть таким, ну, там, ангардом, который показывает путь и говорит, что это можно. Ну, и было бы совсем неплохо, если бы, конечно, честно говорили бы о том, что в вашем случае цель оправдывает сам средство. Некоторые так и говорят, я рад, что они честны, потому что, вот, это нормально. И когда говорится о том, что те упражнения, то, что мы делаем, это способно вас преобразить до очень хороших самих кондиций, но до определенных рамок. За определенными рамками, за которыми уже генетика не позволяет расти, да, вот надо что-то там использовать. Вот некоторые из вас это говорят, и это хорошо. Но не унижайте других. Не умаляйте их достижений, кто за эти рамки не вывалялся, понимаете? Или очевидно не вывалялся. Есть брехунные, конечно, которые говорят, я там натурал, а видно, что вот там жесткость и венозность такая, что, причем при таких неправильных кондициях, как я говорил уже, там талия, не знаю, там, как у девушки, но ты плечи, рама такая, метр-полтора в ширину, это нереально, да. То есть я, как врач, ну я, правда, врач, не эндокринолог, а эндокринолог, терапевт, роматолог, хирург, терапевт, но я вообще понимаю, какие вообще процессы в организме человека происходят, потому что я являюсь медэкспертом в биомеханике и спортивной физиологии. Ну и частично в биохимии, медэкспертом не являюсь, не лузер в биохимии, совсем. Особенно за последнее время, когда стал изменяться, да, за два года поменял себя. Я вообще понимаю, как это все происходит, какие процессы происходят. Обладая фундаментальными медицинскими знаниями, я знаю, где брать информацию, как с ней правильно работать. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, как все происходит и как выглядит сам человек, который там на чем-то находится. Вот я хочу сказать, что атлеты, которые, многие, которые выглядят очень хорошо, они, видно, что они естественные. Не буду, ну, тридцать на сто процентов, что они ничто не применяют. Потому что они используют какие-то пептиды, там, не знаю, какие-то другие препараты, там. Может быть, в малых дозировках используют какие-то другие вещи. Не используют анаболические стероиды, которые способствуют быстрому росту, да. Используют такие типы, анабол, там, не знаю, там, и прочее. Эта возможность сил, там, и все такое прочее. Ну, пусть, я это говорю, грех на их душу ляжет. Хотят они по легкому пути идти. Пусть идут по такому. Но если они заявляют, что этого нет, лучше ошибиться и поверить, потому что... Потому что многие мессии, я не говорю, что эти люди мессии, но многие мессии сами не настолько веровали в то, что говорят, как убеждали своих учеников, и ученики добивались гораздо лучших результатов, чем их учителя. Поэтому если такие люди появятся, и они будут являться примером, ну, это кон и стиля, но, я говорю, просто пример, на который можно поравняться, то люди, другие, зная, что это, в принципе, достижимо, они будут верить, что это достижимо, они и достигнут этого результата. Но если убить в них веру с самого начала и сказать, что это невозможно, все, смысла-то нету, и все, и весь тренд уже похерялся, и будет тренд на жрачку стероидов. Мы так будем способствовать лишь индустрии фармакохимии, специальной спортивной фармакохимии. А это не то, чего надо добиваться. Добиваться нужно занятие спортом, а не изучение спортивной биохимии. Понимаете? Ну, в общем, все, что я хотел по этому поводу рассказать. Подписывайтесь на мои каналы на YouTube, на мои сайты www.budushin.ru, www.budoblog.ru, www.karrektura.ru, www.drshilov.com. На Перископ у меня пока очень мало подписчиков, но это по той причине, что я на Перископе совсем недавно стал вещать, я вообще вебинарами занялся совсем недавно. Вот рассылок у меня много разных, поэтому найдите, наберите просто на YouTube или в Яндексе Михаил Шилов и увидите кучу моих ресурсов, моих каналов. Будем общаться с вами, будете вопросы задавать, я с удовольствием на ваши вопросы буду отвечать. Всем пока.